Всем добра и благо! Сегодня тема в продолжении того, что я нащупываю акупунктурную точку в матрице РПЦ. Поскольку РПЦ, она тоже, как бы, она имеет и рисунок времени, ось, и первая окружность архетип, и лидеры, всякие пастыри, архиепископы, там и патриарх Кирилл, и, соответственно, третий круг, где там паства по этому третьему кругу, по их программе, осуществляет какой-то, я так предполагаю, сброс энергии. Почему мне важно было поговорить с этим, с высокобойником по телевизору, потому что он связующее звено высокобойников, этот экстрасенс, который заявил, видео я вам уже показывал, что, значит, лаборатории психические, они используются, скажем так, для постановки программ. Но высокобойников все не говорит, то есть я с ним там, ну, минут 20 я с ним разговаривал, вопрос ему задавал, видно, что он энергетически чувствует, о чем можно говорить, о чем нет. Я ему говорю, ну, вот я послал в ФСБ, говорю, запрос, что Павел Саверидов, значит, химтрейлы заснял. Я говорю, как вы к этому относитесь? Он, видимо, что-то знает, но не говорит. Он говорит, ну, правильно сделал, что послали, но я, говорит, тоже как бы хотел проакцентировать. То есть он про химтрейлы тоже знает. А когда по христианскую церковь я спросил, я говорю, а что же там, говорю, куда энергетику качают? Он говорит, а наложники. Я говорю, ну, и правильно. То есть я тоже так думал, ну, я предполагал, что может какой-то чистый инфернал и собирать, но я думаю, инфернал там есть, кроме наложников есть инфернал. Так вот, у нас здесь общественники борются с тем, что вырубают леса в экологически чистой зоне. У нас здесь район Ахун в черте города, экологически чистый район. Вырубают леса и строят коттеджи там. Какие-то там люди из администрации там и так далее. Ну, и вот здесь общественник наш Игорь Алексеев, он, значит, два года, и я там и статьи его почитал, повникал, куда там они отправляли, и никак. То есть по закону там не должны строить, но, значит, все там исследователи и так далее, все это отфутболивают его. Ну, и я с ним общаюсь, я задаю вопрос, пишу местный патриархат. Я говорю, а в чем здесь, говорю, промысел-то? Что, как же так, это вроде как не по закону, и вот человек-то борется, а где же тут промысел Божий? А где, говорю, возмездие по этой теме? Как же, говорю, так, а если Бог-то справедлив, почему он, это же мать природы-то, это его часть, Бога. А здесь, как бы, и проакцентировал человек, что, значит, и в прокуратуру писал, и там, и сям, и куда-то даже, до Матвиенко там он дошел, и Матвиенко вроде вопрос там какой-то задавал, а дело не сдвигается в справедливом направлении. И он мне пишет, что вот тот, кто взывает к возмездию, тот, говорит, к тому, говорит, это и вернется. Я посидел, день подумал, ночь подумал, и приходит мне такая картинка, помолился Божьей Матери, вот, приходит такая картинка, что священники-то освящают оружие, сейчас, священники РПЦ-то, и солдаты этой водой святой там, значит, они стоят, он их, значит, святой водой брызгает, и оружие, и технику военную, и так далее. И я ему обратно, значит, пишу ответ. Я говорю, как же так, вот, служители РПЦ многочисленных видео освящают святой водой оружие, и на свое, и ракеты, и солдаты, и так далее. По сути, они благословляют возмездие. Они же им на пустыне говорят, возлюби врага и подставь щеку. Так же вот здесь вы мне пишите о слишком явной двойственности. А понятно, что, мне это прекрасно понятно, я уж просто как бы, ну, тестирую их систему, и ему как бы вопрос же задаю, который он говорит, ну, у себя тут не связуха. То есть, ему-то в любом случае, если он считает себя пастырем, ведь, вдумайтесь, корневое значение церкви заключается в том, что они утверждают нам, церковь, хоть РПЦ, хоть там Ватикан, что они проводят промысел Бога. А когда ему вопрос простой, я говорю, задаю, а в чем же промысел Бога? Я говорю, я требую возмездие справедливо вот к этим людям, которые, значит, там, беспредельничают по отношению к матери природы. А ты мне говоришь, значит, смирение, смирение, что, мол, не надо делать, когда у тебя твои же коллеги РПЦ смещают оружие. Они же не говорят, тут вообще пропасть у них ментальная. А почему пропасть? Это и есть аспект как бы раздвоения личности. Как есть раздвоение личности у человека, так есть раздвоение, скажем так, программы, которую они навязывают мне. Я-то как бы уж там все, ну, повычислял, где у них что там зарыто. Понятно, что они там будут в своей двойственности продолжать свою игру. Но суть не в этом, что я это с вами показываю кому? Кармическому правлению, Божьей Матери, Господу Кришне, Баба Джима Хаватару. Я говорю, а здесь, ну, как же? Я говорю, у вас здесь явно, я говорю, не связухая. У вас тут шизофрения по вашей программе. Вы что, мне навязываете этого человека? Важный момент. Почему? Потому что я уже говорил, в космосе и в кармическом правлении там также действуют, скажем так, космические юридические законы. То есть, если мы идентифицируем этот закон и говорим, что а здесь как же, вы искали справедливость, азвоздам, у вас принцип азвоздам. А здесь явно нарушение. Требую сойти сюда представителей кармического правления и Архангела, значит, и Михаила, и Метатрона, и Мелхиседеков. А Мелхиседеки, они как бы, ну, они поддерживают эталонность как раз этих законодательств космических. Вот здесь планетарные матрицы, Мелхиседеки. Вот. Поэтому я говорю, у вас есть двойственность. Или получается, что те, кто освещают водой оружие, это не служители РПЦ. Это какие-то сторонние люди. Да и в самой сути бога азвоздам содержится возмездие. Что такое азвоздам? То же самое возмездие. Вот я ему такое письмо отправил. Ну, уже хорошо, что что-то отвечает. Уже отвечает. Значит, уже читает. Потому что хорошо бы, если бы он распечатал мои, скажем так, утверждения. Я ему там и написал про Моисея. Я говорю, а как же? Говорю, Моисей у вас вроде в РПЦ святой человек. А он сошел с горы, стал убивать каждого пятого еврея. По сути первого, нарушил заповедь. Как же так? Что-то же им нужно отвечать? Вот я думаю, вопрос еще и в московский, значит, патриархат отправлю для рассмотрения. Может быть, ну, я говорю, есть ли у них там время читать? А то они там все вот в своих там, значит, формальных поклонениях религиозных, им там задуматься-то, может, некогда. Что как же о возмездии, о справедливости, а это вообще основополагающие принципы. Но глобально, глобально для себя я так вижу, что вот это для меня книга Максина, где он описывает, что, ну вот, понимаете ли, возникло во Вселенной такой дисбаланс, энергетический дисбаланс. И чтобы его заткнуть, эту энергетическую дырку, она, может быть, эта дырка там, ну, чисто ментальная. Не то, что там уж какая-то черная дыра. Может, черные дыры там, они выполняют другую функцию энергетическую. А вот в конструкции ментального тела Вселенной произошел некий сбой. И тогда творец, по версии Максина, должен, значит, для себя создать здесь биомассу. Через кого? Ну, те же там плеидианцы, сириусианцы там и так далее. Которые через данный геном в данной сфере пространства решают, как бы так, это сам ментальный вопрос в виде излучения. То есть, они, как бы, включают излучение, которое эти же НЛОшники, собирая в христианских церквях, в мусульманском, там, где куб, почему они там против часовой стрелки ходят? Может, что-то энергетику туда отдают? Против часовой стрелочки, значит, что-то отдают куда-то. А там в каком-то плане там висит какой-нибудь там портал НЛОшный, или там чисто энергетический, собирает энергию и пошел затыкать дырки или прокачивать акупунктурные точки. Как вот, ну, я так вижу, что это прокачивается там точка полынной сигаретой у человека. И там, значит, долгожительство, точка Е36. Они здесь собрали энергетически, потащили там свои измерения, заткнули дырку там. У них там прошел процесс, скажем так, ну, выравнивания ситуации. Отсюда, кстати говоря, в физическом плане и жесткий элемент вампиризма. Вот здесь уже, то есть, эта комбинация, она здесь достаточно простая для котировки. Почему там и пейте вино, это кровь там Христа, и ешьте хлеб от его тела. Спрашивается, да, собственно говоря, почему, почему вы так это связали? Зачем мне пить кровь Христа? А это элемент оферты. Понимаете, то есть, чтобы поставить даже программу туда, на эту, скажем, на человека, им нужно прописать программу, которую сам бы человек своей, скажем так, волей, волей и индивидуальности воспринял. То есть, он сам бы стал изнутри себя излучать эту энергию. А чтобы варить эту кашу, ему и нужна полярность. Полярность в чем? Что вот те там демоны, что они говорят, и Кришна, говорит, создал демонов. Но вот сейчас изучаю Шриурабинда, интегральную йогу, там выводит меня на это мать, которая со Шриурабинда, она была сейчас, она сию, вариант космологии. Она пишет там, что сначала первичный источник создал четыре сущности и с себя вывел. Но я так понимаю, что эти сущности – это были его же принципы, внутри него же, которые он стал рассматривать со стороны, скажем так, он же построил их демаркацию от себя. То есть, он часть себя же вывел вовне, но когда он вывел вовне-то, там же была какая-то технология у него. Понятно, что у меня она там неведома, даже в физическом теле я понимаю, что я там вряд ли это пойму. А может, пойму. Что они, когда были выведены из себя, они обрели принцип зеркальности. Вот это важный момент, что у нас есть зеркало, которое отражает Творца. Он и должен, я так понимаю, какой-то ввести в них во всех принцип зеркало, которое бы отразил ему, его же, но в его аспекте. И они, четыре сущности, обрели, скажем так, автономность. Они обрели автономность такого порядка, что, ну, скажем так, они перестали идентифицировать, что первичный источник вот там. То есть, Творец там. Не вы сами в себе, а там первичный источник. А если у них своей энергии-то нет, они вынуждены где-то ее вампирить. Потому что, ну, я так думаю, физический план, почему есть пролая, заканчивается как бы одна манвантара. Потому что энергетика уже исчерпана. Ее нужно идти в интроспекцию, где-то брать из иньского начала. Ну, пролая, так вижу, глубокий иньский принцип. И получив, скажем так, этот, опять, инь, они опять выжигают активность янского начала. По Калаге идет принципотворение, что теплота, свечение. Из свечения возникает любовь, как принцип, и так далее. Которые уже начинают там включать жизнь, векторальной жизни. И на компенсацию этих четырех сущностей, пишет мать, Интересно, значит, были созданы следующие уровни богов. Таких, как Шива и Кришна. Опять, я так думаю, что это принцип. То есть, и Кришна, и Шива имеют свой первичный принцип в том создателе. А когда иньское начало спрашивает творца первичного, а что, мол, как с этим делать, раз они, говорит, уже те четыре сущности начинают там аннигилироваться. И начинают творение там, ну, падает, скажем так, опять в ничто. И она, как мать, говорит, ну, давайте как-то активизируем жизнь-то. И этот первичный творец, как бы, ну, она описывает в виде мифа. Но, говорит, миф много чего объясняет. Вот Кришна, говорит, и Шива, они, говорит, не будут иметь, ну, скажем так, того начала, которое дает им чрезмерную автономность, которая потом преобразуется в гиперэго, которое само себя поглощает. А вот. А у нас-то в нашем физическом мире гиперэго, они говорят про, значит, то, что сатана, там, Люцифер, было падение, и что вот он гиперэго своё, что он там о себе там возомнил и так далее. Люцифер. Тут опять принцип-то в чём? Ну, возомнил. Ну, делов-то, ну, возомнил-то и ладно там. А чтобы компенсировать эту дырку гиперэго в эмпирическую, эти, которые там, ну, в Америке, там, может, ещё где, они там употребляют адренохром, а другие подвампиривают, подвампиривают, скажем так, напрямую, как-то энергетически. То же самое касается и того, что... Да война. Что такое война? Война – это такое же, значит, введение военных действий, это элемент вампиризма в крайней степени. А поедание мяса коров, вот я вчера смотрю, ещё видео про святого в Индии. Он, значит, там в конце, как бы, ну, своей реинкарнации, он, уходя там в свою пролаю индивидуальную, говорит, вам, говорит, важно, говорит, спасти коров. А я понимаю, о чём он говорит, что мать корова, она, как бы, выражает в этой реальности некий принцип первичного творца. Если вы едите, допустим, мясо коров, она вам и так отдаёт и сыр, и молоко, и так далее. Вы нарушаете сам принцип. Это не вопрос того, что там, ну, как моральный, понятно, что моральный тоже, но, как бы, энергетический принцип, если вы убиваете мать корову, у вас происходит разрушение матрицы первичной, планетарной. То есть, мать корова, она и выражает, как бы, аспект, который сохраняет, пролонгирует правильную жизнь. И вот, читая, где-то там эти инсайдеры, говорят, в Израиль привезли каких-то там рыжих коров, какое-то количество, или 12, там должно быть, каких-то чистокровных рыжих коров, которые они собираются убивать на заклане. Тем самым, я так понимаю, и Грегор, сатанинский, и Грегор там этих вот евреев, они, как бы, подтверждают перед неким планетарным этим вампиром, демоном масштабным, что мы готовы, как бы, уничтожать эту матрицу, лишь бы сохранить там элемент власти. Ну, а этот демон, который там имеет, ну, энергетические принципы, демон государственности, Уисраор, он уже показывает, скажем так, аспектом божественной, скажем, сущности, тем же Мелхиседеком, Божьей Матери, там, Иисусу Христу показывают, что я, мол, готов вообще всю вашу там планетарную матрицу уничтожить. Так же, как, в принципе, был уничтожен Фаэтон. А какой-то здесь вот и тоже инсайдер, не помню его фамилия, наш славянин, он описывает, что не только, говорит, там Фаэтон, еще, говорит, в Солнечной системе там было уничтожено 26 планет. Ну, я предполагаю, что если там тысячи миллион лет назад, там могло быть что угодно. То есть, в планетарном масштабе здесь, как бы, на физическом плане может разрушаться там хоть Солнечная система, хоть планета, хоть что. Может быть, Вселенная схлопнутся. А как бы человек, люди эти, которые, вот мы сейчас наблюдаем, эти люди на блюде в России, которые, так сказать, вроде бы за добро и хотят там, чтобы куда-то все двигалось, они так же там употребляют коров, не понимая, что тем самым нарушают принцип. Употребляют жесткий алкоголь, употребляют табак. Я вот по улице пройдешь, но уже там, если ветра нет, идешь по центральной улице, дышать нечем, проходишь там человек, так накурили там 3-5 человек, вот они дым столбом, ветра нет, так ты проходишь там 3-5 метров, дышать нечем, приходишь задерживать дыхание. Да еще от них, они сами вся запускают эфирный план табака, они то есть сами превращаются в элемент такой инфернальной плесени, то есть там какая-то сущность плесени сидит, энергетической, в них. И ты понимаешь, а что там от них может родиться там? Ну, даже там родился ребенок, он пришел такой вонючкой там домой, и ребенок воспринимает эфирный план табака от него. И шла на тому, что он там одну-две штуки курил в день, они же по пачке убивают, а потом он проходит в больницу и говорит, у меня там полечите меня, у меня там легкие там болеют, или там онкология легких. Серьезнейший вопрос, понимаете? И как бы люди даже не задаются как бы всерьез, ну вы же сами являетесь причиной разрушения планетарной матрицы, чего вы ждете, каких хороших вестей от Бога? Вот такой вот посыл. Продолжаю, потому что, ну, для меня тоже это серьезный вопрос, что, да, общественность у нас здесь, люди ходят, подают заявление в прокуратуру, следственный комитет пишут по поводу этой, предоставляют документы, что здесь вырубка, значит, леса, она по документам, ее нельзя делать. Кто это все разрешил, а почему у вас, значит, суд решает в пользу этих, значит, преступников и так далее. Вот. А справедливость, значит, никак не восторжествует, а где же промысел Бога? Вот. Поэтому я регулярно трачу время, пятнадцатом минут. Божьей Матери молитву, Господу Шиве, Бабаджи, вопрос, опять на это здание у нас здесь, где патриархат, туда, значит, молитву Божьей Матери, Божьей Матери, объясни им и объясни мне, в чем промысел Божий в данной ситуации. Неужели это нормально усугублять мать-природу? Я не хочу, чтобы здесь у нас в России было, как в Индии, они там, значит, мусорку устроили из своей собственной земли, не задаются вопросом, даже там ганг весь загадили. Он говорит, священный ганг, а не то мусор, там пластик и так далее. Это нарушение принципа. И, в принципе, это как бы, раз принцип там нарушен, значит, Индия, она там, в общем, ждет ее серьезные какие-то испытания. Понятно, что во шрамах там такого нет, то есть, те там сидят Гималайя, шрамы там и так далее, там все чисто, там такого нет. А вот в других местах, там, большинство населения, дай мне плевать, выкинул там что-то, коробку, пластик, куча мусора, я вот когда был там, в Гуае, едешь, вообще там поразительно, то есть, они там даже не ставят вопрос. Накидали вдоль дороги, там, и что-то кирпичи, какие-то свалки, там, и все подряд. Я очень удивился, что думаю, ну, это не есть хорошо. Вот так. Может быть, и вы пошлете какой-то вопрос через молитвы Божьей Матери по поводу того, что есть промысел на сегодняшний момент. А почему в этом промысле одни христиане там на СВО убивают других христиан в окопах? Мне, кстати, ответили на этот вопрос. Картиночка мне пришла. Я как бы не буду озвучивать, потому что интересно ваше мнение. Может, там, в комментариях напишите. Почему? В чем здесь промысел Бога в виде программы? Почему туда влезли эти американцы в Украину так жестко? Да они и в Россию влезли. Вон, Федоров говорит уже во всеуслышание, что Россия колония США. Ну, я понимаю, что если там у них были технологии управления, и эта верхушка согласилась, они команду поменяли. Там вся верхушка была поменена, все эти Чубайсы, Гайдары и так далее. А когда они технологию сюда притащили, американцы, ну, всего там, моды, машины, контроль ситуации там и с Китаем и так далее. И качают, они же на их же, так сказать, оборудование качают и нефть и газ. Уж в России там оказывается и своих трупов нет, и оборудование и так далее. И все это завозят из-за границы. И все это на компьютерном обеспечении, там, говорит, чип вставлен со спутника, что это чипы и отслеживают, сколько там что накачали и куда отправили. А если там что не так, они через чип могут отключить аппаратуру, так что там они все повязаны, в общем-то. Вот, поэтому все эти, так сказать, конфликты, они созданы под чьим-то, под чьей-то программой. Если там уже этот, по-моему, Беркут, Беркут в Украине, его там в открытом видео говорит, что вы, как население там, значит, украинцы там не нужны. То есть, туда заселяется, скажем, Новый Иерусалим, а ты, говорит, какой-то там Петя, ты, говорит, Петя там ничего не имел и иметь не будешь. Ему отвечают. В общем-то, а Петя, что там у нас ответит? Все правильно, у Пети там не клана, ничего, он бегает по третьей окружности под лозунгом, если клана нет своего у Пети, то есть, я говорю, что это все фантики. Вот, говорит, там социализм, капитализм, внутри того же капитализма множество клановых группировок, которые делят кусок власти, кусок пирога, и даже между собой, так сказать, если там кто-то что-то перебегает дорогу, они там жестко, так сказать, между собой могут и схлестнуться. и вот по поводу схлестнуться, та ситуация, которая сейчас в этой британской семье, разрушению эгрегора, как раз вот это очень показательно, что даже на инфернальном плане эгрегор в Британии, он, значит, один какой-то, скажем, уйцраур, борется за место в инфернальном плане с другим уйцрауром. Вот так. Да, в общем-то, и в Китае тоже там то же самое. И этот, я уже говорил про Китай, что если чрезмерную экспансию на Россию, то там джокерская программа это стихийные бедствия. Левашов, кстати, он об этом знал, он мог и эти вот циклоны останавливать в ментальном плане, там нащупывал, видимо, там, я тоже это пробовал делать. Но Левашов как бы имел код доступа более конкретный. Так вот, если туда, на Китай пошли какие-то катаклизмы, им уже нет возможности куда-то там вылезать в свою экспансию в других местах. А славяне, которые проживают в Сибири, они этим не задаются вопросом. То есть там, ну, я так вижу, что там не особо шаманы активны, чтобы этот вопрос ставить. Это шаман с тележкой, который пошел на Москву. Ну, я считаю, что-то какая-то программа такая отвлекающая. Что да, там, герой, да, там, с тележкой, результат пшик. Также, как Атраковский, смотришь там, да, Вконтакте, Атраковский пишет, все правильно, да, да, там, и, значит, эти таджики, иммигранты, там, и так далее, плохие, что вот, они сделали то, сё. Я про себя, ну, давай, ход-то делай, ты же человек, там, военный. У тебя есть там и матрица военных, которые там, оставников с тобой. Делайте какой-нибудь ход правильный в юридическом поле. Ты только, он описывает только, что там было, а ты делай ход, вектор. У него этого нет пока. Ну, пока, может быть, потом что-то появится. На сегодня всё. Сценарий-то, в общем-то, интересный. Вопрос, что на шахматной доске ход, мало кто реально делает ходы. Ходов мало, маловато. Хотелось бы побольше, потому что, даже если РПЦ бы стали озвучивать какой-то, ну, правильный, правильный, скажем так, промысел, какой должен быть, я даже предполагаю, что это первичный творец, он и дал свободу выбора, даже своему творению, скажем так, здесь, на земле, что от народа-то по третьей статье Конституции должен идти вектор, что мы требуем. А вот здесь мы, значит, протест, а здесь мы опять требуем. Народ, сто человек, тысячи, миллион, мы требуем. Даже не надо с бумажками выходить. Написали там, в десять газет, там, и на сайт президента, и там, позвонили, допустим, в партию КПРФ в Москву. Очень действенный, кстати, я вот, значит, позвонил, зам депутата в Москве, он мне там все рассказал. Говорит, да, мы, говорит, протест написали по поводу золота 320 тонн в Британию. Мы сделали запрос, написали протест, они, говорит, нас вежливо, так сказать, отфутболили. Он что-то по-другому сказал, ну, суть такая, что намекнули, что туда не лезьте. Ну, а я прекрасно понимаю, что, значит, у тех, кто там не лезьте, у них есть, значит, доступ на оружие и принцип, значит, лицензии на убийство, а у КПРФ этого нет. Здесь все просто. Я говорю, конечно, наличие клана, лицензии на убийство, что там было, когда эти привезли-то вагон, пломбированный вагон там. Там не только Ленин с командой приехал, там еще оружие притащили в Кронштадт. Что-то там, значит, кто-то там занимался, там даже, ну, где-то документы я читал. Завезли оружие в Кронштадт и там даже притащили какой-то это вот, то ли там у них кокс был, то ли там марафет, вот, и дали матросам и включили эту программу, что там, вооруженного сопротивления. Под это дело, значит, пошло это нарастание, нарастание протестных акций. Вот, это все прописанная программа. Если это славяне не изучают, а я говорю, что даже если им это все объяснять, а они употребляют водку и табак, мозги загадили, у них, то есть, мозги должны, нейроны, осуществлять определенные связи, которые, как бы, дают им общее понимание процесса. Если этого нет, даже объяснять бесполезно, это пустая трата времени. Но процесс продолжается. Я говорю, я не теряю надежду, не только не теряю, я моделирую ее, что я как бы моделирую надежду, что какой-то хороший ход шахматный будет из всего этого. И мы это увидим, что народ сделает правильный шахматный ход. Джоом, продвигаемся дальше.